Здарова, ребят! С вами Алексей, и мы продолжаем проходить Фаренгейт. В общем, мы идем на могилку Тиффани. Не знаю, где Лукас, что с ним произошло, но до этого мы играли за Оракула, и через него мы увидели Лукаса. В его юном возрасте. Мы видели и раньше, по идее, но это было вновь. Я заметил, что на записи, ну, после записи, видео немножко суженое. Не знаю, возможно, вы не замечали, но у меня показалось, что он так. Так оно и есть. А почему? Потому что в игре очень неадекватные разрешения, но либо вот такое, либо там на 1900, либо на 2000. Короче, тут, по-моему, всего четырех разрешения. Такое и очень-очень высокое, все больше и больше. То есть, это вот самое такое, оптимальное. Не знаю, как сделать лучшее или подходящее. Так, а где там могилка? Я вообще куда шел? Я камер-то, в принципе, не вижу в той стороне. Поэтому куда я топаю? А, скорее всего, я пропустил. Поворот в другую сторону. Так, мы пришли, видимо, отсюда. И должны пойти налево. Так получается. Барин, вот если бы я и видел, а с той стороны... Я, в принципе, могу посмотреть вот так на колесико. Только что вспомнил. Так, давай посмотрим. Тут есть поворотик. На поворотик мы, по идее, ходили. Так, повернуть здесь мы можем, нет? Только вот здесь. А это, походу, она и есть. Цветы уже есть. Можно предположить, что они от Лукаса. Ну или, скорее всего, и заранее накидали. Она была хорошим человеком. Не нужно было ее во все это впутывать. Опа. Доверие. А вы смельчак, мистер Кейн. Позвоните мне на работу и просите о встрече, когда у вас на хвосте все копы этой страны. Такого я еще не встречала. Ого! В вашем расследовании слишком много темных пятен. Чтобы вы согласились с официальной версией. Ну, у тебя и видок. Вы пришли, потому что думаете, что я мог бы ответить на ваши вопросы. Странно. При разговоре у него изо рта не идет пар. Как будто он выдыхает холодный воздух. Ну, с ним явно что-то не так. И кто же тогда убийца? Я не знаю его имени. И я даже не знаю, есть ли на свете кто-то, кто это знает. Все, что я знаю, он Оракул Майя, который обладает достаточной силой, чтобы стирать воспоминания о себе у тех, кто его видел. А почему? Зачем ему убивать всех этих людей? Он проводит обряды, чтобы найти девочку. Дитя Индиго. Дитя Индиго. Зачем ему эта девочка? Я точно не знаю. Все, что мне известно, этот ребенок особенный. От нее зависит судьба всего человечества. Оракул действует не в одиночку, так? Он член тайного клана, который объединяет сильнейших на земле. Их силы безграничны, и они сделают все, чтобы найти дитя Индиго. Это Оранжевый клан, да? Да. Вы уже знаете про них? Я разговаривала в психушке с одним из убийц. Он упоминал об Оранжевом клане. А я вот не помню почему-то. Все это невероятно. Но и его рассказ вполне логичен и соотносится с тем, что я знаю. Так, Лукас. А вы? В чем ваша роль? Палач. Я просто случайная жертва Оракула. Вот и все. Так, жертва... Квартира. А ваша квартира? Когда мы пришли вас арестовывать, все стены были покрыты оккультными знаками и вырезками газетных статей об убийствах. Все было подстроено, чтобы сделать из меня идеального подозреваемого. За этим стоят Оракул и его клан. Так, допустим. Какие корни? Как вы все это узнали? Я просто знаю. Вот и все. Вопрос не в том, правду я говорю или нет. Вопрос в том, поможете ли вы мне. А, помощь. Помочь? Зачем мне вам помогать? Затем же. Зачем вы решили сегодня утром прийти сюда, не сказав никому ни слова? Потому что вы знаете, что я говорю правду. Потому что если мы ничего не сделаем, как можно скорее, холод скует всю планету и завтра уже никогда не наступит. Даже если все это правда, что мы можем сделать? В это никто не поверит. Если Оракула правда обладает всеми этими способностями, как нам его остановить? Нужно найти дитя Индиго до него и спрятать ее в безопасном месте. Вы знаете, где она? Еще нет. Но я ее найду. Когда Оракула посещает видение, я вижу его глазами. Если он ее увидит, увижу и я. Это просто безумие. Поверить не могу, что я здесь стою и говорю о спасении мира с беглецом, которого ищет вся полиция страны. Да. Какие события в игре происходят? Вы его не выбираете на чьей вы стране. Можете меня арестовать, а можете довериться мне и спасти дитя. Но решайте быстрее. У меня мало времени. Так, давай-ка мы сделаем это. Я не промажу. Что же делать? Если он лжет, я стану сообщницей убийцы. Мы отправились в тюрьму. Но если это правда, то ему нужно помочь. Помоги. Ну, либо вы псих, либо настоящий герой. Не тот, не другой. Просто оказался не в то время, не в том месте. А он изменился. Я об этом уже говорил. Воротка там все дела. Его рука. Она холоднее, да? Ну, его способности не единственное причудо. Так, сколько всего? Лукас. Сейчас ты другой. Так, снова она. Тайлер. Еще один Майлз, как я уже говорил. Дезмонд Майлз, Тайлер Майлз. Их озвучивал один человек. Какое совпадение. Так, давайте за него. Неизвестно где. В общем, нам, видимо, не покажут события, когда они... Так, так сразу, что ли? Опять девочка. Так, теперь он видит ее. Снова. Только уже не в таком искаженном виде, как она была тогда. Так, видимо, какая-то школа, что ли? С.Т. Томас. Или церковь это? Судя по иконам. Так, видение во сне. Уже кое-что значит. Чего? Это как объяснить? Ничего не понял. Это что такое? Кто мне-то... Кто мне-то объяснит? Они спали вместе, что ли? Как они вообще вместе? Что происходит? Это все? Это все, что мы увидели? Девочку за него, и при том, что там они вместе были. Так, если я буду за нее, то что будет? Они будут вместе или нет? Там было написано неизвестно где. А где-то в квартире. Введение плюс что-то необъяснимое в реале. Если это, конечно, реал вообще. Сон в соне может бывает такое. Давайте за нее снова. Какое... В настоящий момент почти вся страна осталась без электричества и водоснабжения. Была проведена мобилизация армейских частей, чтобы помочь людям найти убежище и предоставить средства первой необходимости. Но холода парализовали дороги, а из-за ураганов закрылись все аэропорты страны. Ученые по-прежнему не могут объяснить аномальные холода, которые сковали всю планету. Температура продолжает падать во всех странах мира, а власти обдумывают... Ну, мы сделали свою работу. Теперь армия должна сделать все возможное, чтобы помочь населению. Карло, тебе нужно немного поспать. Ты целых два дня глаз не смыкал. Да, вот мне тоже поспать нужно. Для этого мне нужно согреться. Кажется, я напоминаю ледышку. Да. Карло, можно мне немного поговорить с тобой по душе? Думаю, или сейчас, или никогда. Мне кажется, что ты скрываешь от меня что-то, связанное с делом Кейна. Я прав? Нет. Совгать. Я думаю, тебе лучше во все это не вмешиваться, Тайлер. Это совсем не похоже на то, что мы предполагали в начале. Ты кто? А, это жена и волна, походу. Сейчас будет скандал, ребята. Сейчас будет скандал. Ну, давай, начинай. Хотя, может быть, нет, я даже не знаю. Сверняка. Детка, что ты здесь делаешь? Через час во Флориду отправляется поезд. Вполне возможно, последний. Я поеду на нем, Тайлер. С тобой или без тебя? Если ты меня правда любишь, уволься из полиции, поезжай со мной. Когда этот холод прекратится, мы заживем новой жизнью. Новой, нормальной жизнью. Пришло время сделать выбор, Тайлер. Ничего себе, вариант. О, боже мой, уехать. Я тебя очень сильно люблю, Сэм. Я бы ни за что тебя не отпустил. Ладно, Тайлер нам. Я так боялась тебя потерять. Не так, чтобы совсем нужен. Вы понимаете, мы добы... Мы делаем доброе дело. Я вернусь через минуту. Мы уезжаем с женой, это одно. Второе, мы не будем вмешиваться в дело Кейна с Карлой. То есть не будет проблем. Пора бы ему заняться личной жизнью. Попрощаемся. О, а я... Если ты делаешь то, что считаешь верным, ты не можешь ошибаться. Удачи во Флориде, Тайлер. Да, либо то, либо другое. Отдых, выбор. Детский приют. А вот они вместе уже. Ты точно знаешь, что делаешь? Оракул, какие я видел ребенка. Он может прийти сюда с минуты на минуту, чтобы найти ее. Нужно найти ее до него. Жди меня здесь. Я скоро вернусь. Так, на выход из машины. А что у нее было с голосом только что? Кто-то, видимо, на эту минуту озвучил ее. В общем, другая девушка. Мне... Нельзя терять времени. Я должен найти эту девочку, пока ее не нашел Оракул. В общем, нам, походу, не покажут события, как они там упали вместе. Как она умерла, как он хранил ее. Ну, если он вообще один хранил ее, может, он даже не пришел к ней на полхороны. Может, ее похоронили, ну, там, друзья, сборище других людей. И сами понимаете, как это обычно происходит. Ну, и разумеется, события, связанные с ними двумя. Вот это очень интересно. Это как-то так вообще, а? Объяснить. Сэр, сэр, вам туда нельзя. В общем, девочка в приюте. Нужно сделать все быстро. Оракул будет с минуты на минуту. Это вряд ли. Первая комната не бывает. Никогда вот, чтобы кто-то был. А кто это? Нет, не та девочка, не та. Сто процентов она вот не здесь, не рядышком, где-то вдалеке. Начнем отсюда. Наверняка не ошибемся. Вам туда нельзя, сэр. Опа, вот он. Это ты? Ну вот. Я видел тебя сразу введение. Тебе нужно идти со мной. Нам пора отсюда уходить. Похоже, она не в себе, будто вообще не здесь. В трансе. Так, в окно или на выход? Потому что на выходе там нас собираются встречать. Отдай мне ребенка. У меня нет времени с тобой играть. Попытайся, возьми. Я выход вижу. Фу. Так, мы сбежали, нет? Или пока ничего не ясно. То... То ты издеваешься. Я оставлю тебя здесь. Никуда не ходи, хорошо? Я скоро за тобой вернусь. Нет, ну ты же силен. Давай. И разберемся с ним. Красавец. Мне приходится наблюдать за этими кнопками, чтобы я не отвлекался. Хотелось бы хорошенько все это нажимать и не это самое. Не отвлекаться. Но мне интересно, что они там делают вообще. Я понимаю, что дерутся, но вот конкретно как все это происходит. Матрицу не та самая. Не напоминает? Не напоминает? Определенно. Что там первое я вышел? Матрица или Фаренгейт? Кто там у кого-то слезал все это? Определенно. Что вытворяют? Что вытворяют, а? Я в шоке. Не, ну я в руки нажимаю, все правильно, но тем не менее, все равно ему достается очень. Отлично. Так, ну да. Молодцы. Так, поехали дальше. Тихо. Ну а это как называется вообще? Я просто вообще не знаю, как это назвать. Я вам отвечаю, это Матрица. Все оттуда слезуно. Или наоборот. Вот что вытворяют, вы заметьте. Аракул, мы с ним вообще вот... Он нам никто. Он просто вот рукой и ногой там все отбивает. Не напрягаясь. Махается ты. Так. Где великолепно, где отлично. Нету. Это, видимо, типа стойкости, да? Он меня кидает и я... Для чего я это нажимаю? Я вообще никакой. Как ликрушка. И девочка здесь. Тоже, видимо, сильная. Сейчас что-нибудь сделаю. Или... О-о-о. Но это не на нас. Это было нечто. Его придавило или он еще вернется? И полиция. Замечательно. нас встретят в лиде давай 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 вот заранее появляется всегда прежде чем нужно нажимать не может быть не может быть одна ошибка и все я нажимал все удачно отлично по стене бежит я не могу это не как ищет финансировать где такие силы увидели вообще хватит такое было по моему нет даже в матрицам так не умеет он и человек паук и все остальное там не было вариантов для жить и помню так заканчивается моя история я послушаем тебя дитя индиго избежать я могу защитить ее и спасти человечество да нет же ты просто не удержался вы представьте себе пришлось проходить заново все эти драки с ним махач минут десять кнопки пальцы устали пальцы устали мы исчезли теперь не цеплялся за окно все вы прикиньте загрузка была так близко а мне снова пришлось все это проходить заново ты нашел дитя агата от судьбы этого ребенка зависит судьба человечества в последующие десять тысяч лет новая золотая эпоха мир и безопасность или век холода ужаса и смерти выбрав тебя мы здесь что у меня немного подвисло так манипулирование вы использовали меня с самого начала ведь так вы манипулировали мной чтобы я нашел вам девочку манипулировали не совсем то слово скажем направляли мы вмешались и защитили тебя мы знали что ты приведешь нас к ней так она живая на самом деле или нет вы на самом деле не агата или агата да ты прав бедная агата умерла у себя в квартире мы просто одолжили ее физическую оболочку чтобы общаться с тобой что случилось парке аттракционов я ничего не помню с того момента как обрушились горки ты не пережил падение мы нашли твое тело и воскресили тебя в самом деле это невозможно я не мертв жизнь смерть все это лишь абстракции ты отдал свою жизнь чтобы выжила все человечество ты герой лукас жить ты хочется или не герой это удалось теперь мы можем ее надежно спрятать ты успешно выполнил свою миссию принять возьмите я прошу заботьтесь о ней да через такое прошли хотя по идее недолго было но тем не менее отлично ты нам больше не нужен глупец теперь я могу тебя уничтожить чего как-то понимать я забыл одну мелочь когда мы вернули тебя к жизни мы встроили в твой мозг модуль убить тебя невозможно ты уже мертв впрочем я могу тебя уничтожить одно мое прикосновение и ты будешь навсегда стерт из этого мира какого хрена что это такое не я же силен давишь я ведь могу выдержать это все во мне там какая-то хрома что ли есть внутри но кто мне об этом говорил ждала меня что-нибудь сюда а вот теперь в нужным месте в нужное время почти в одном месте до в другом и нет что это за хрень такая это ведь не оракул если это не оракул то кому довериться то вообще кто же вы такие то все секретная база два часа ночи или дня скорее всего ночи это больше на метро похоже возможно то она и есть до рельсы он есть запрошенная по ходу замерзшие или просто заброшенная ты кто такой вот и привела мучу это его база я лечу столько событий в греблен необъяснимы столько всего появилась и как так получается что они вместе с корой как бы вместе до то что агата вовсе не агата мы вели девочку блин я отдал ему девочку а ведь и мог отказаться но я думаю что правильное решение было принять то есть отдать им девочку якобы они хорошие ну и спрячем а кто хуже получается ли кто лучше блин блин вообще не понимаю как все теперь будет джейд где дитя индиго что произошло я глупец я отдал ее агате точнее тому созданию который принял ее форму я спас ее от оракула а затем отдал ее тем кто с самого начала манипулировал мной мужчина ты знаешь кто он такой ко мне пришел мужчина сказал что тебе нужна помощь кто имеется ввиду ну что будем делать похоже у нас нет выбора пойдем за ним я не понимаю о ком вы говорите а тебе что ли а нет не он а вот наш братец ты жив и здоров почти почти маркус как ты тут оказался они меня нашли они все мне объяснили лукас теперь я знаю что ты не сошел с ума надеюсь что ты простишь меня за то что я в тебе сомневался я и подумать не мог что ты и вправду того о чем ты говоришь наш хозяин все объяснит у вас хозяин есть кто хозяин добро пожаловать в лагерь невидимок лукас подходи присаживайся у костра короче здесь живут бомжи наверху то еще пока что не апокалипсис как бы почему мы здесь то ну поскольку у нас ищет та самая хрень пытается меня убыть поэтому я здесь кто босс куда мне идти о нашел бонус или жизни просто ну это как попытка которую я потом могу использовать так вагоны разделены ну в поезде фонарик вижу нельзя взять кто хозяин куда мне идти тут я не пройду никуда с кем поговорить я так и не понял блин застала он говорил садис лукас ну конечно я вообще просто мими ушей пропустил не видимки вы называете себя невидимки среди нас много бездомных хотя в каждом городе много наших людей нас никто не замечает так мы можем видеть оставаясь невидимыми и преследовать нашу цель не привлекая внимания хрома вот вот что вам известно о хрома это естественная сила как гравитация или магнетизм но она несравнимо сильнее это сила в тебе лукас самое интересное почему но мне в себе лишь агата кроме оранжевого есть еще другой клан да то существо что приняло вид агаты также хотела заполучить дитя да мы лишь недавно узнали о пурпурном клане мы про него почти ничего не знаем мы предполагаем что восьмидесятый искусственный интеллект обрел самосознание в какой-то сети они хотят заполучить дитя индиго чтобы стать главной формой жизни на планете сначала динозавры потом человек а теперь искусственный интеллект ну и один из них теперь будет сами понимаете какой оракул зачем оракул совершал все эти убийства что дитя индиго придет но не было сказано где она родится поэтому оракул совершал ритуальные жертвоприношения чтобы прикоснуться к волне и услышать о пришествии ребенка семь убийств каждые семь лет в течение вот уже почти двух тысячелетий так а холост чем связан а похолодание какую роль она во всем этом играет похолодание точка последнего отчета пророчества если дитя индиго не передаст свое послание до того как все замерзнут человеческая раса будет обречена наверху настоящий апокалипсис всю планету сковал холод всего через несколько дней и люди больше не смогут противостоять холоду и все будет кончено хочу делать то так давайте пока обычные вопросы что теперь будем потом задавать так оранжевый клон кто на самом деле в оранжевом клане никто не знает наверняка говорят что их пятеро пятеро правят всем миром администрация полиция армия финансовая система сми они заправляют всем миром за прошедшие века оранжевый клан создал империю которая правит всем миром но оранжевый явно сильнее что нам теперь делать мы должны как можно скорее найти дитя индиго я думаю они привезут ее к источнику хрома там она передаст свое послание и пророчество свершится ну как можно да нам известно о существовании всего трех источников на планете ближайший из них на старой военной базе Вишита Вишита? я там родился мои родители были учеными они работали на правительство О это многое объясняет в пятидесятых годах обнаружили артефакт который создали не люди оказалось что это источник хрома тот кто принесет туда дитя индиго обретет огромную силу на следующие десять тысяч лет нам нужно добраться туда вовремя и остановить их ага когда выезжаем? через два часа за это время мы подготовим для вас машину и найдем достаточно бензина скорее всего в Вишите вас будут ожидать оранжевые и пурпурные кланы вы должны сделать все возможное чтобы помешать им принести дитя к артефакту в вагоне есть матрасы советую вам отдохнуть перед дорогой вам предстоит долгое путешествие завтрашний день может оказаться последним для человеческой расы в самом деле Карла я смертельно устала воспользуюсь советом Богорта и пойду стремну не думаю что смогу сейчас уснуть я немного тут поброжу а потом приду к тебе придешь ко мне все таки оно реально так и есть я не могу это никак вообще как это получается как так получилось почему ну пурпурный явно сильнее чем оранжевый оранжевый это те которые в капюшонах а пурпурный это которых там всего пять или четверо что ли так ну походим побродим да может поговорим с кем то еще вот с его братцем допустим нет не поговорим зададим тебе дополнительные вопросы погреемся у костра конечно же по сколько дают почему бы и нет но плюс арик плюс десять зашибись ну поговорили посидели погрелись и в общем на этом мы закончим очередную серию за эту был серию было столько событий что вот у меня просто в голове не умещается как это все так получается может его и так руки руки мы с лукасом теперь того вместе как так получается я вообще без понятия как это объяснить не спится нет не могу успокоиться трудно поверить что завтра все кончится да валя леса города все это исчезнет под коркой да что будет с нами получается будто нас никогда и не было и ничего важного не происходило ты боишься смерти уже нет потому что ты уже мертв то я хочу чтобы ты знал мне мне жаль что мы с тобой не встретились в лучших обстоятельствах возможно если бы все было по другому они и правда вместе так губами шевелить ты замерз губы ледяные да нет не в этом дело я люблю тебя да ладно и поднялась до 20 ты вы что серьезно я же это вижу да ладно что я это вижу youtube это видит вот как бы мне не забыть это скрыть а если не скрою то возможно меня казнет но как до такого дошло я уже думал у тайлера с его дамочкой будет перепихоньче жесткие тут тут просто да вот такого я в этой игре не ожидал совершенно а если кто имеет зайдет ну ну вы гоните ну типа последний день там военная база вешита там где они жили теперь мы снова за них с маленьких в общем будем смотреть те события которые были с ними тогда когда они были маленькие ну периодично бывает я не знаю каким образом вообще связан с аракулом потому что вот аракул был в списке а персонажи за которых мы могли поиграть да вот когда я выбирал его тогда впервые мы играли за маленького лукаса как не связанные понятия не имею возможно сейчас мы снова играем за него же но от лица лукаса вы понимаете может быть и нет но почему-то он снова решил двинуться куда-то Джон он знал что ангар взорвется я уверена но это не он его поджег слушай мэри это же просто невозможно ты это знаешь никому не дано видеть будущее этот артефакт излучает энергию и мы до сих пор не знаем что это такое возможно он как-то изменил лукаса ну да мы изучили все кто приближался к нему и всех все нормально разве не понятно значит он влияет на всех если бы дело было в артефакте то мы бы все облучились и обладали этими силами есть разница Джон когда я впервые подошла к нему я уже была беременна лукасом артефакт облучил его у меня в утробе это просто бред хватит с меня пойду прогуляюсь а ты пока успокойся лукас ты что тут делаешь лукас лукас в чем дело почему такая музыка почему мы стояли на месте он с папаши что-то сделал или что что-то там не так коротко но не совсем ясно как обычно так ну мы уже едем такая метель что прям капец ну да начинается ледниковый период за выглядит заброшенный видимо мы добрались сюда раньше оранжевого и пурпурного кланов они неподалеку я ощущаю присутствие будьте начеку я подожду за всю игру я просто не мог этого ожидать что они будут вместе я не вернусь через 15 минут возвращайся обратно бога тебя защитит какой бога тот самый что ли босс там их не типа хозяин этого метро так поехали но ему то не холодно просто его сдувает по таким сугробам тащится да я помню это место бегали мы там значит хрома находится здесь тихо ну тут я не не теплее просто ему все равно уже дальнейшие события не помню по моему возможно тогда когда мы сюда прибыли он уже здесь как-то дай мне дитя ты даже упрямее чем мы думали человек но игра окончена ты и твоя раса проиграли ваш мишевит исчезнет как заев хеми исчезли динозавры мы искусственный интеллект будем господствующей расой на этой планете не нет не 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 богов я дал вам ее и я же ее у вас заберу лучше бы не отдавал и кое что забыл возможно не было выбора у него мозга есть модуль позволяющий нам тобой управлять ты наша марионетка человек теперь ближай ну я же силен я же могу противостоять вам всем тогда смог смогу и сейчас я готов он пытается противостоять пытается что это он делает это он с ним сотворил просто взял и уничтожил так просто но не может быть неужели он настолько силен так один из их клана все или ты спасешь свою женщину или дитя сделай выбор оооо очередной выбор иди и сразись со мной если у тебя кишка не тонка я сделаю тебе щедрое предложение локас если ты отдашь мне дитя я поищу твою жизнь ты сможешь жить в нашем новом мире я не хочу жить в вашем новом мире вы превратите все человечество в рабов которые будут служить интересам вашего клана ну в общем это и есть наш план я даю тебе пять секунд чтобы я думаю что я убью твою женщину а затем и тебя делай свой выбор в общем ребят мне жалко ее но я не отдам я не отдам вы понимаете у нас не будет выбора никакого потом скорее всего не прихопать от всех и вы понимаете она сама смогла ух я молодец если бы я отдал дитя возможно было бы то же самое молодец думаю опять ирония такая появилась девушка да тем более какая и как это все получилось там в итоге но ну вот она выжила и девочка выжила неужели она убила его просто пистолетом а они живут необычные сильные что она скажет что она сказала Ну, молодцы. Все. Мы сделали это. Мы спасли человечество? Или еще нет? Холода прекратились так же неожиданно, как и начались. Ого. Как будто дитя Индиго сообщило свое послание и перевернуло песочные часы. Все стало как раньше. Наверное, мы выбрали меньшее зло. Оракул и Оранжевый клан вновь заняли свои места в тайном мировом правительстве, а Фиолетовый клан снова стал охотиться за нами в сети. Наверное, мне стоит радоваться. Мы с Карлой живем вместе уже три месяца. Ее появление самое лучшее, что случилось со мной за долгое время. Вчера она сказала мне, что беременна. Ого. Что случилось той ночью на подземной базе Бога-то? А это значит, что наш ребенок был облучен хромом в Вишито. И он тоже будет силен. Ну, двойная жизнь. О чем ты думаешь, Лукас? О, ни о чем. Совсем ни о чем. Ну, вот и... Все, походу. Черный экран пока что. Проект менеджерс. Ну, в общем, все, ребята. Фаренгейт пройден. Под конец сюжет так закрутился, что просто вот реально перевернул все мое восприятие того, что там происходит. Как с чем связано и вообще. Ну, мы справились. Под конец должна играть какая-нибудь необычная музыка наверняка. Либо радостная, либо печальная. Но, увы, музыку я отключил с самого начала. Какой я вру? Какой с самого начала? Где-то с середины. Потому что YouTube ее палит. В каждой серии он заявляет мне авторские права, что печально. Фаренгейт очень-очень интересный. То есть, меня бесили, конечно, моменты, где мне приходилось нажимать на кнопки там. И были постоянные неудачи. Какие-то события, где там реально было сложно пройти. То есть, потому что я вот только подключил видеокарту новую. До этого у меня просто вот не были. Видны некоторые цвета и некоторые кнопки, которые приходилось нажимать. Поэтому были вот такие погрешности. В общем, тем не менее, прошел как прошел. Не знаю, сколько в игре концовок. Возможно, всего одна. То, что получилось в итоге. Тоже, наверное, потом они стали прогрессировать. Сделали Heavy Rain, Windows Vault, с несколькими концовками. А тут я не знаю, на самом деле, как получилось. Ну, в общем, зачетно. Круто. Очень даже. Но переиздание, сами понимаете, оно не удалось, в принципе. Я не знаю, что нового там появилось. По-моему, ничего не изменилось. Как по мне. Сейчас постоянно пытаются пилить всякие переиздания целую кучу всякого разного. И почти везде нифига не меняется. И разработчики пытаются срубить бабла. И все на этом. Ладно. Титры проходят уже. Как я понимаю. Да и мы закончим. Да, нет. Не кончаются еще. В общем, как бы там ни было, ребята, ставьте лайки. Если вы пропускали видео, где не ставили их, то вернитесь, поставьте. Прекомментируйте. А пока что я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До встречи. Еще увидимся. Ждите следующих прохождений. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok